заведение на манхэттене сдуло видимо ветром такой вход зимний и даже некому поправить потому что просто в кафе никого нет никто не заходил не проверял так она и валяется и цветочки и эта штука это народное творчество на тему того как надо себя вести может не народной может быть какая-то компания медицинская но очень разумно на самом деле заниматься вот таким вот просвещением масс что называется видите все написано еще по-испански потому что я в доминиканском районе есть многие по-английски в принципе не читают хорошо жить на манхэттене все у них есть даже paper to us бумажное полотенце упаковками и туалетная бумага у нас нету до сих пор тут на окраине окраине у доминиканцев очень продуктовые базы закупаются рестораны и кафе вот это например где покупают напитки этот человек телега взял просто лимонада давайте ящиками все реально упаковками и все такое лимонад пиво соки лимонады все бренда которых я даже не знаю что есть крольщ есть какие-то вот такие пиво что это вообще такое какие-то латиноамериканские с петухом армоза щенка не пробовал судя по всему шутки правда что не пьют корону всего лишь шутки очень даже пьют и латиноамериканцев лещат как это как воду хайники меньше пьют чем корона обычном магазине продается такой перони из итальянского здесь биромаретти биромаретти другая форст даже не значит такое я такого пива не видел никогда жизни даже супер пивных магазинах американских здесь есть с немецкими тоже подозреваю должен быть все хорошо чешская есть ну мало чешского практически не бывает вот крушавицы нигде нет почему-то только набрать и не бывает кушаются ценники вот такие 24 ящик будут корона 24 бутылки в ящике 28 79 долларов 29 штука но остальные цена как-то написано странных не везде видно это прикольно можно кегами покупать хайникин кег 149 долларов вот большой то что да бог на барах ироне он есть кегами товар то нормальный набор пива не подавать сплошной как американцы рабочие чуть не задохнулся блин ты маски по могу дышать об ней тут же по соседству народу бутылки и банки пустые автоматы их нельзя давить потому что вы ее засовываете на штрих код считывается поэтому приходится таскать их мешках целиковые сейчас всякие бездомные люди они все живут за счет этого тоже закупается и вот тут сплошные оптовики ну мелко оптовики всякие оборудование для ресторанов магазинов вот еда ну здесь тоже все мешками продается эти как но рис невкусный я такой не люблю по латиноамериканский рис на 2 индусу брать это доминиканская отчина все распогодилось на том берегу это уже бронкс дома у тебя стоят редком тут за углом отстаиваются всякие грузовики и похоже кто-то живет с надписью джизи залави чей-то домик такое редкое в нью-йорке на тоже случается здесь на этих закутках нет уборки улиц по идее так тоже стоять нельзя потому что гидрант но народ стоит какие-то машины типа оля на продаже не вызывает мне доверие такие автомобили еще и зачем-то заклеили все картонкой прекрасный уютный парк я сюда просто фоточку пришел сделать с видом на бронс солнышко хорошо светит сейчас тоже такие красоты кто уже пошел за стройкой бронкса параллельно идет железная дорога вам поехал электричка у миниканцев весь такой жанр бизнеса как уличные авторемонты ну совсем дикие совсем какие-то спонтанные когда люди вот так вот на тротуарах на обочинах дорог на бродвее например могут ремонтировать машины могут вплоть до переборки движка и подвески это делать но чувак видите делает mercedes классический прямо на на улице у него домкратик он у него минивэн видите это его его гараж где он хранит инструменты там у него набор ключей домкрат чувак подъезжает говорит надо диски поменять ну там наверно выкатывает ему какой-то ценник и делать автомобиль ему не нужно не лицензию штата нью-йорк иметь не платить всякие там сборы страховки и так далее то есть он работает сам на себя в общем все про это знают полиция про это знает но такой район где народ бедный мне кажется что они рассуждают следующим образом лучше дать ему возможность зарабатывать чем как бы такой возможно чеку не давать ну и соответственно опаньки делают я думаю так себе но может колодки меня это нормально но я бы конечно не стал обращаться таким мастерам но такая община все довольны все это под веткой метро конечно же чтоб совсем по нью-йоркски все это выглядело не дай бог подумайте что не в нью-йорке она так сзади редкая картина мы на севере манхэттена здесь есть наземная ветка на манхэттене больше такого нигде нет только в ингуде полиция вон прям за мной едет мы к тому что они все это видят каждый день по сотню раз все эти ремонты и уличной автомойки и уличных заправщиков кондиционеров здесь такие есть а про этот весь автосервис власти прекрасно знают но позволяют ему существовать парковка такая многоуровневая прикольная картина тоже видите стоит полицейский автомобиль с мигалками но сейчас такой свет интересный после дождя что непонятно кто это это полиция мусорщиков это полиция которая занимается нарушениями в сфере оборота мусора в нью-йорке то есть если вы будете что-то нелегально выкидывать если вы будете не будете сортировать мусор если вы не убираете тротуары то в общем этим должны заниматься эти ребята но вот здесь база мусоровозов соответственно какими-то вот такими силовыми назовем это так перекрытием улиц занимается тоже не инвайпиде а полиция мусорщиков если я подъеду к этой машине может быть будет лучше видно что у него даже другая раскраска и на ней написано что это санитейшн так называемый санитейшн полис санитейшн это департамент уборки улиц нью-йорка мусоровоза как раз покидают свою базу сейчас была статья по поводу того что случилось с мусором что происходит в городе вот количество собираемого мусора упало на 7 процентов в городе но причем по районам картина разная где-то мусор где-то мусора стало больше где-то мусора стало меньше например в дорогих районах как верхнего сайт верхний сайт соха и так далее там мусора стала на 7 на 10 на 11 процентов меньше это говорит о том что люди свалили просто количество мусора из-за этого сократилось а на статанайланде наоборот стало больше потому что люди сидят по домам, ну и больше едят дома, больше покупают продуктов, больше упаковок, и у них больше мусора. Но общий тренд городской это снижение минус 7%. Они все это отслеживают, взвешивают, тут же город собирает. Единственное, что, конечно, проходит мимо кассы, это всякие пластиковые банки, бутылки, которые вот, то, что я снимал в автомате, люди сдают. До города они, как правило, не доходят. Ходят люди, раньше это были процентов 90, это были китайцы, которые на это жили, а сейчас уже, видите, все. Все, у кого нет денег, они все бросились собирать бутылки, чтобы хоть что-то было в кармане. А здесь еще автобусный парк огромный. Количество автобусов тоже сократилось. Сегодня будний день, вообще все эти автобусы должны быть на линии. Ну, на линии их сейчас нету, потому что пассажиров стало меньше, потому что сократили количество персонала, потому что стали заболевать и умирать. Там в МТА умерло достаточно много людей. То, что я читал. Уже не помню цифру, но какое-то количество, там что-то, человек 40 или 60 от коронавируса умерло. Забавная картина. Кто-то откусил кусок Мерседеса. Вот автобусный парк, как раз, где обслуживают, где автобусы проходят обслуживание. Вот это еще красиво. Брошенный Мерс стоит. Смотрите, какой. Кто-то выкинул, кому-то не нужно. Ну, брошенный почему? Потому что он, во-первых, стоит поперек дороги. Так машины не должны стоять. Во-вторых, у него спущенные колеса. А в-третьих, на нем, видите, таким типа маркером написано. Это пишут люди, которые работают как раз в Санитейшн. Они все эти машины брошенные находят на улицах. Если их владельцы не забирают, то их вывозят потом в город и продаются аукционы. Я не знаю, кто выкинул Мерседес. Богатых свои причуды. Вот там стоит Мерс с номерами. Здесь вообще какой-то сервис был, насколько я помню, который занимался старыми Мерседесами. Вполне возможно, это их имущество. Видите, вообще здесь Мерседесов много понатыкано. Но вот это, конечно, красиво. Дверь еще от Мерседеса валяется. Тойота стоит без номеров. Тоже без номеров машины стоять не должны. По идее говоря, выпишут либо штраф по ВИН-номеру, либо также с Санитейшн должны их забрать. О, у нас с левой стороны сервис. Вообще вот, Мерседесы, Мерседесы, Мерседесы. Мерседес меня сейчас обгоняет. Вот еще Мерседес стоит. Вон еще красивый Мерс стоит. Мерседесный рай, в общем. Или ад. Как посмотреть. В Бронксе под веткой метро увидел такую штуку. Лоточек, торгующий овощами и фруктами. И объявление о том, что если у вас финансовые сложности или другие, и вам нужны фрукты и овощи, пожалуйста, дайте нам знать, и мы вам обязательно поможем совершенно бесплатно. Давайте будем вместе, мы сильны. Храни вас Господь. Молодцы. Реально круто. А, это скол. Мне в Бронксе нравится очень сочетание вот такого несочетаемого старой застройки, частной, причем красивых домов. А за ними сбоку, вокруг их обнимают уже, ну, более современные, современными, конечно, их назвать нельзя, это все в основном 30-е годы, но кирпичные многоквартирные дома. Вот такой вот фарш, такая эклектика архитектурная. Бронкс когда-то застраивался, естественно, частными домами. То есть история была такая, что люди стали из Манхэттена выбираться за пределы, из-за перенаселенности Манхэттена и стали селиться, ну, в условных окрестностях Нью-Йорка. Бронкс первый район, который к Нью-Йорку присоединили. И застройка была в основном частная и жили в основном люди с доходами. А потом сюда пришло метро, сюда пришла массовая застройка уже, когда стали строить ветки. Ну, опять же, 20-е, 30-е годы. И начался вот такой вот фарш архитектурный, назовем его так. Старые домики, новые домики. Старые дома, новые дома. И вот сейчас это все до сих пор существует. В Манхэттене были такие же совершенно виды когда-то. И когда-то развивалось примерно по такому же сценарию. Ну, опять же, какие-то районы, типа Ингуда, например, на севере или Вашингтон-Хайтс. Но в итоге все частные дома были выкуплены, все было снесено и застроены уже практически тотально многоквартирщины. и так это назовем. А вот в Бронксе все это осталось. В этом его необычность. Я не буду уверять, что Бронкс бесконечно прекрасен. Я думаю, что вы сами все видите. Но вопрос, кто что ищет. Мне нравятся такие вот формы необычные жизни. городские. Ну, такая прям мега-эклектика. Там сверху вообще огромный новый жилой комплекс, а здесь деревянные домики. Одно просто нависает над другим. Ну, еще здесь есть определенная рельефность, которая на Манхэттене есть только в северной части. Основная масса острова, она в общем достаточно ровная. То есть перепады есть, но не такие сильные. А север Манхэттена и Бронкс, видите, они такие прям в складках местности в таких больших. Плюс разные формы архитектуры и получается совершенно другая картинка города. По-другому все воспринимается, по-другому выглядит, по-другому живет, по-другому дышит. И говорит в основном в этой части на испанском языке. Это все районы, где живут доминиканцы, портариканцы. Ребята веселые, жизнерадостные, но жить с ними не хочется. Больно уж веселые, больно уж жизнерадостные. Все хорошо в меру. В Бронксе по-своему по-бронкски уютно. Что-то в этом во всем есть. Местами так вообще деревня. Классика жанра. Надо, чтобы все хрипело. Музыка, естественно, только на испанском играть может. Другой не бывает. Здесь какой-то техно, правда. Обычно это бачата или меренги, а тут что-то современные ритмы. Но подход верный. Ну, естественно, какое-нибудь ведрище должно быть. Ну, давай, жги. Что-то как-то слабенько как-то. Я думал, за это сжечь резину начнешь. Что это? Все пройдет и печаль и радость. И это тоже пройдет. Продолжение следует... просто каждой витрине подходит и смотрит. Вне зависимости от того, есть там что-нибудь или нет. Без трех минут семь. Угол Бродвее 98-й улицы Манхэттен. Но вот здесь собирается толпа людей. Видите, они стоят слева, справа. Здесь стоят люди, везде стоят люди. Грамотные стараются не кучковаться. Многие, естественно, как всегда забыли про социальную дистанцию. Но и сейчас что-то будет. Вот. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон»